Акробатика, морской танго и мастер-класс по рисованию от дельфинов. Своё первое представление в Стрелитомаке передвижной московский дельфинарий объявил благотворительным. На событии пригласили несколько сотен детей, сирот и инвалидов, а также нашего корреспондента Татьяну Захарову. Гляв, Линда и Гера встречают первых гостей брызгами воды. Их шоу приводит публику в восторг. Виртуозные трюки, рисование и пение. Талантливый артист, талантлив во всём. Морской котик Марсель старается не отставать. Мне понравилось, как один дельфин сальто сделал. Понравилось, как они прыгали и танцевали. Как они прыгали через обруч. Моржи, ну, вот этот вот, который, этот чёрный, как он танцевал. Я всегда мечтала завести себе дельфина. С дельфинами проводим время больше, чем с семьёй, смеётся тренер Николай Бондарь. Животные очень активные. Любят, когда им уделяют много внимания. Играют с ними. Каждая тренировка начинается с булавства. Есть номера, которые они сами предлагают. Если мы находимся с ними, они могут там мяч и покрутиться с ним. Предложить, давай так сделаем. Или по-другому, допустим, давай так сделаем. Мы на это тоже, естественно, обращаем внимание, то, что им нравится. И, скажем так, их любимые номера закрепляем в нашу шоу. Уход за дельфинами тщательный. Вода специальная, фильтрованная, с добавлением минералов. Температуру зимой и летом поддерживают на уровне от 20 до 22 градусов по Цельсию. Дельфинов кормят, как в ресторане. Ежедневно у них в рационе до пяти номинований рыб. Горбуша, селёдка, моего. Сейчас рыбки тоже опять покушают. Дельфинарий будет работать до середины ноября ежедневно с 10 до 18. Билеты продают до 20 часов в кассах возле Ситимова и в торговом центре на Артёма 98. Татьяна Захарова, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова